Метровые сугробы расчищают в Ридере на востоке Казахстана. За несколько январских дней в городе выпала месячная норма осадков. Причем снег с дождем. Коммунальные службы работают в две смены. Назревают и паводковые угрозы. Во избежание подтопления городских окрестностей на реке Ульба взрывают лед. О зимних испытаниях восточно-казахстанцев расскажет мой коллега Вячеслав Ветлугин. Эта зима для жителей горного города Ридер выдалась очень обильной на снежные осадки. Например, в таком состоянии сейчас центральная площадь города. Рядом Акимат. И мы видим, что улицы даже в центре сегодня напоминают катакомбы из снега. Такой снежный ландшафтный дизайн по душе разве что ридерской детворе. Но автолюбителям и пешеходам не позавидуешь. Тротуары едва видны через сугробы. По городу получается ездить не всегда хорошо и опасно из-за большого снега. Сугробы на пешеходах на каждом повороте. Вот смотрите, вот такой вот огромный сугроб. Это просто гора снега, которая закрывает обзор. Местная активистка Анна Васильева с декабря пишет письма в Акимат. Настаивает на усилении фронта работ по очистке города от снега. Я написала обращение, жалобу написала на Акима, почему улицы не причащаются. Мне 27 декабря пришел ответ, что все улицы города Ридер чистятся, проходясь по улицам. Я же вижу, что они нечищены. Очень много сугробов. Жители отдаленных микрорайонов говорят, что не видели снегоуборочной техники с начала зимы. Есть такая улица Крылова. Вот сколько зима на дворе уже заканчивается, январь. Они не чистили ее ни разу. Вот в этом и в прошлом году было очень плохо. Удовлетворительно. Чуть пониже. Снега много? Справляются коммунальные службы? Нет. Представители коммунальных служб Ридера с возмущениями горожан не согласны. Уверяют, расчистка идет по мере сил и возможностей. Вот только возможности очень скромные. Ежедневно по улицам курсирует 13 снегоуборочных машин. И люди трудятся в две смены. Это связано с тем, что в этом году нас погода удивила. Обильные осадки шли около 15 дней. Также около 2-3 дней еще были дожди. В связи с этим работа коммунальных служб затруднена. Работа там направление ведется. Разворачивают работы и по защите Ридера от весенних паводков. Горную ульбу освобождают от ледяных заторов. Проведены взрывные работы на двух участках общей площадью 9720 квадратных метров. С использованием взрывчатых веществ в количестве 675 килограмм. В настоящее время уровень воды в селе Бутакова спал более чем на 20 сантиметров. Начало февраля в Ридере будет снежным. И это только краткосрочные прогнозы синоптиков. Поэтому экстренные коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Предстоят нелегкие будни. Вячеслав Петлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. 24КЗ.